Добрый вечер! В эфире Вести Карачаево-Черкесия. Смотрите сегодня выпуски. День независимости Абхазии. Делегация Карачаево-Черкесии приняла участие в праздничных мероприятиях. Чемпион мира по вольной борьбе Исмаила Мусакаева чествовали в Карачаево-Черкесии. Победа принесла ему путевку для участия в Олимпийских играх в Париже. Первый азан в поселке Эльбруске торжественно открыли новую мечеть имени бывшего Кадия Карачаева-Черкесии Исмаила Фаджикачеева. Как готовится этот древний напиток? На фестивале в Ногайском районе щедро угощали национальным чаем и баурсаками. Делегация Карачаева-Черкесии в составе председателя Народного собрания Александра Иванова и руководителя администрации главы правительства Мурата Озова приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы и независимости Абхазии. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с главой Адыгеи, Кабардино-Балкарии и делегацией из Карачаева-Черкесии во главе с Александром Ивановым. Приветствую гостей, он подчеркнул, что рад встрече по столь значимому поводу. Вы для нас очень дорогие и близкие люди. Мы гордимся, что в вашем лице у нас есть настоящие братья. Александр Иванов передал президенту Абхазии поздравления от главы Карачаева-Черкесии Рашуда Тимрезова. Вы знаете, что у Карачаева-Черкесии и Абхазии особые отношения. Ближе, чем дружеские. Это братские народы. Мы обязательно будем развивать наши отношения, стараться делать все от нас зависящее для их укрепления. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов обратился к жителям республики в День пожилых людей. По традиции, 1 октября мы чествуем наше старшее поколение, наших дорогих пенсионеров, ветеранов войны и труда. В нашей республике во все времена было и остается особенным отношение к старшим. Мы уважаем, бережем, исследуем их традициям, передаем жизненный опыт и мудрость из поколения в поколение. Наши старшие всегда являются для нас примером мужества, силы, благородства, истинной любви к родной земле. Спасибо вам за труд, за поддержку и за то, что вы рядом, говорится в поздравлении главы республики. В Карачаевске чествовали чемпиона мира по увольной борьбе Исмаила Мусакаева. С особой гордостью и искренней радостью поздравили его с победой. О пути к пьедесталу, чемпионе и его титуле расскажет Альбина Ламкова. Сложная подгруппа и титулованные соперники не стали преградой. Исмаил Мусакаев в весовой категории до 65 килограммов уверенно выиграл соперника из Пуэрто-Рико со счетом 11-0 и стал чемпионом мира. Помог сильный характер и трудолюбие. Несмотря на победу в турнире мирового уровня и получение высокого титула, Исмаил Мусакаев очень скромный и воспитанный человек. Вообще не с ним чувствуешь уважение к собеседнику. Первая встреча была с казахом, молодым, перспективным. Дальше у меня следующий соперник ждал олимпийский чемпион, кому я проиграл как раз в Токио. В этот раз я его реваншировал, выиграл. Затем у меня был чемпион России, молодой парень, очень тоже перспективный парень, Шамиль Мамедов. Его тоже обыграл, выиграл. Дальше мой прошлогодний обидчик, кому я в прошлом году на чемпионате мира проиграл. На этот раз у него тоже взял реванш. Победа на чемпионате мира принесла Исмаилу Мусакаеву лицензию для участия в Олимпийских играх 24-го года в Париже. Путь спортсмена на международную арену заслуживает уважения. В его послужном списке титул чемпиона Европы, участие в Токийской олимпиаде, а теперь и победа в турнире мирового уровня. Сам Исмаил Мусакаев – балкарец, российский и венгерский борец вольного стиля, родом из Кабардино-Балкарии. С 2019 года представляет сборную Венгрии. В нашей республике его встречали как родного. В начале торжества он почтил память жертв политических репрессий и депортаций карачаевцев в Среднюю Азию у мемориала в Карачаевске. Уже там его ожидала многочисленная делегация. Моя благодарность всем тем, кто здесь собрался, меня встретить. Большое им спасибо. Мне очень приятно. Вся территория перед зданием Центра культурного развития имени Кайсына Кулиева была заполнена людьми, которые искренне радовались победе Исмаила. Спортсмена с восхождением на высшую ступень педестала почёта пришли поздравить юные борцы. Они с нетерпением ждали его прибытия. Для мальчишек он стал настоящим кумиром. Достойный урок и пример, чтобы стремиться быть, как Исмаил Мусукаев. Минута на минуту должен быть здесь. А ты сам занимаешься вольной борьбой? И как давно? Я занимаюсь четыре года борьбой. И схватки я его смотрел. Когда он боролся, прямой эфир тоже, схватки его смотрел, болел за него. Ещё в дальнейшем пожелаем ему удачи. Алибек Акбаев тренировался вместе с Исмаилом Мусукаевым. Вместе тренировались, вместе были на сборах, ездили на соревнования. Исмаил всегда был такой трудолюбивый парень. И очень одарённый, физически сильный и очень скоростной. Все качества у него были. Просто эти качества надо было воплотить в реальность. Вот просто единственное – подойти без травм. И вот таким принастроем он станет олимпистричным чемпионом. Долгожданный момент настал. Исмаил Мусукаев на месте. Неподдельная атмосфера радости и восхищения чемпионом. Почтение от старейших, юных спортсменов и ровесников. После долгого приветствия все направились в зал. Помещение было переполнено людьми. И каждый из присутствующих хотел выразить свою радость восхождением Исмаила Мусукаева на высшую ступень пьедестала почёта. Мероприятие прошло красиво и достойно. На торжестве чемпиону подарили ценные призы и денежные сертификаты. Админа Ламкова, Лев Молхожий, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. Ветер западный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 12-14, а днём 17-19 градусов тепла. В посёлке Эльбруске Карачаевского района открыли новую мечеть. Святыня будет носить имя бывшего Акадия Карачаева-Черкесии Исмаила Хаджи Качеева. В мероприятии приняли участие председатель Координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» Исмаил Хаджи Бердиев, первый заместитель председателя правительства «Хазыр Чекуев» и другие. Все подробности у Мурата Дженкёзова. Открытие мечети стало знаменательным событием для жителей Эльбрусского. До этого дня мечети здесь не было. После прочтения молитвы выступил председатель Координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» Исмаил Хаджи Бердиев и подчеркнул огромное значимое строительство мечети в исламе. Он напомнил о великой награде, которую обещал Всевышний тем, кто вкладывает свои средства в это богоугодное дело. Об этом говорится в Коране, об этом говорил наш пророк Мухаммад Салли Аллаху Алейкин Салли. Кто построит ради Аллаха мечеть, тому Аллах в раю построит дворец. Вот поэтому собрались, построили. Меня что обрадовало, назвали именем Ибрагима Хаджи. Это мне очень приятно. А всем хочу пожелать мира и добра, чтобы мы все знали то, что нам послал Всевышний Аллах, и слушались бы этого, и делали то, что нам предписано Всевышним. Выступившие поздравили местных жителей с открытием первого в поселке религиозного объекта. Пожелали, чтобы в мечеть приходили дети, читали Коран и совершали в его стенах намаз. И чтобы все религиозные праздники отныне проводили на территории этой мечети. Ранее было единогласно принято решение о присвоении мечети имени известного Кадия Республики Исмаила Хаджика Чиева, который сам много времени и сил уделял строительству мечети. Богоугодное дело продолжили его друзья и единомышленники. Вся республика приложила усилия, чтобы построить данную мечеть. Основное усилие приложил Батруков Казим, наш брат, который денно-ночно, несмотря на погодные условия, здесь был, стоял, работал и не жалея ни себя, ни сил, ни энергии, все-таки достроил и провел данное мероприятие. Самую большую, максимальную благодарность хочу сказать человеку Батрукову Казиму. Он занимался, он строил, что, как, чего. Конечно, люди помогали, разговора нет, но максимальное большое ему спасибо. Мечеть – это олицетворение духовности, чистоты. Ее внутреннее наполнение неизвестным образом переходит на наши сердца, мысли, намерения и поступки. Вкупе с великолепной природой Учкуанского ущелья новая мечеть станет не только уютным и красивым домом для молитвы, но и центром культурной жизни поселка Эльбрусский. Мурат Женкёзов, Зумрад Халкечева, Вести Карачаево-Черкесия, Эльбрусский, Карачаевский район. Впервые в Ногайском районе прошел этнофестиваль Ногайского чая. Автором и организатором проекта выступила ГТРК «Карачаево-Черкесия». Аула Диль Халк на один день стал колоритной национальной площадкой с различными угощениями. Как прошел фестиваль, расскажет Дарья Тендит. Подготовка к фестивалю началась ранним утром. Для того, чтобы порадовать гостей вкусной домашней выпечкой и нагайским чаем, кулинарных дел мастерицы Ногайского района проснулись с восходом солнца. Замесили тесто на вкуснейшей баурсаке и приготовили десятки литров традиционного национального напитка. Гостей также угощали домашним сыром, медом и другими явствами. Рецепт – это просто от души делается, как говорится. Просто обычный чай заваривается плиточный. И сметану туда добавляем, соль, перец добавляем. И это называется у нас новой шай. Ногайцы – тюркский народ Северного Кавказа. Он славится своим радушием и гостеприимством. Первое, с чем знакомят своих гостей нагайцы – это национальный чай. Без него не обходится ни один праздник народа. Напиток подают в пиалах с медом и маслом. Ногайский чай – удивительный напиток с богатейшей историей. Его полезные свойства ученые подтверждают и сегодня. Этот напиток известен как бодрящий, продлевающий жизнь и здоровье напиток. Приготовить его вы, конечно, можете и дома, но заменить нагайское гостеприимство вам, к сожалению, не удастся. Зато вы сможете насладиться прекрасным вкусом и насытить ваш организм полезными элементами. Приятного аппетита! Ногайская юрта Это преобладает прежде всего тем, что когда приходят в гости, угостить прежде всего нагайским чаем. Потому что независимо он уставший, голодный или только что поел, задача – показать нагайцев гостеприимным. Здесь должно быть уютно как для тех жителей, которые здесь живут, а также и для гостей, которые были приглашены. В рамках фестиваля состоялась презентация портала «Ногайский дом», а приглашенные творческие коллективы представили свои яркие танцевальные и музыкальные номера в национальных нагайских костюмах. Главное правило, которого придерживается этот народ – гость и друг – это одно и то же. А другу полагается все самое лучшее. Поэтому каждый гость смог насладиться всеми прелестями этого фестиваля. Почетных гостей наградили призами и отметили дипломами. Хотим выразить огромную благодарность за то, что нас пригласили, что мы были участниками и гостями этого фестиваля. Нам очень все понравилось. Тема очень актуальная сейчас. Поддерживаем сборные аплодисменты. Сохранение наших традиций. Хотим тоже себе позаимствовать даже этот праздник, пусть даже не в таком формате, как он сейчас проводится здесь. Очень большое спасибо. Мы узнали в Дагестане, что проходит такой фестиваль. И мы собрались и приехали просто с подругой уже как бы по собственной инициативе посмотреть, как что будет. Было все тоже очень вкусно. Спасибо девочкам, которые работают в клубе, которые приготовили вот такие вкусные вещи. Вот и подошел к концу этот прекрасный вкусный фестиваль нагайского чая. Каждый житель смог попробовать вкуснейшие паурусаки и насладиться приятным вкусом традиционного напитка нагайского чая. Дарья Тензит, Олег Молхожев, Виктория Карпенко. Вести Карачаева, Черкесия. Нагайский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Доктор Краснов». Я прощаюсь с вами. Всего добра. Редактор субтитров А.Семкин